В чем он заключается? Почему картинка с каким-то невероятным количеством папок присутствует на слайде и нет никакого текста? Потому что эти папки символизируют базовые устройства человека. Природа нас сделала такими, чтобы мы 99% своих практических задач решали при помощи шаблонных действий, стереотипных, тех действий, которые мы делали в прошлом. Делали, получили результат, запомнили и заархивировали в папочку как метод решения проблем. И поэтому в большинстве случаев мы решаем проблемы и задачи наши рабочие в жизни, в личной жизни интуитивным методом. То есть мы обращаемся внутрь себя в наше долговременное хранилище, оно находится в голове, такая большая-большая огромная флешка невероятной емкости и оттуда извлекаем шаблоны, то есть способы решения задач, которыми мы уже когда-то пользовались. Еще раз повторюсь, это самый наиболее распространенный способ решения проблем, но он опять-таки не является креативным и мы должны будем оттолкнуться от него. И сейчас перейдем, собственно, к креативным методам, но мы должны тоже уважать этот интуитивный метод, потому что, во-первых, он всепоглощающий, он всеобъемлющий. Еще раз, 99% рабочих ситуаций мы решаем при помощи этого метода, обращаясь к своему прошлому опыту. Но новое качество, новую ценность, новый айфон, Теслу и так далее, биткоин невозможно придумать, обращаясь к прошлому опыту, потому что инновационных продуктов не было раньше. Творческая задача, креативная, прагматическая задача состоит в том, чтобы порвать шаблон, придумать то, чего еще не было. Поэтому интуитивный метод очень хорош, надежен, уважаем, но, к сожалению, новый айфон, с ним не придумаешь. И поэтому нужны методы, которые разгоняют сознание, позволяют вбрасывать новизну и инновации вообще в информационное поле, в поле решения задач. Несколько методов, которые мы успеем рассмотреть на вебинаре, здесь перечислено. Мы сейчас поговорим про очень классную, очень интересную, очень боевую и несложную группу методов разгона мышления. Называется по-разному, но я привык называть их методами психической активации или психологической активации. Вот суть, понятные слов, которые составляют название этой группы. Активация, то есть мы активируем свои какие-то скрытые возможности. Это же не является большим секретом, что мы не полностью, не на 100% постоянно используем свои возможности. Природа нас устроила энергосберегающим способом, так, чтобы мы специально хранили большой запас и интеллектуальной мощности, и физической мощности, чтобы он спал, чтобы мы включали его только в экстренные способы. Так мы устроены, мы с этим ничего поделать не можем, но мы всегда оказывались в ситуациях, когда мы разгоняли свои и физические свои характеристики, и интеллектуальные. Вот мы знаем, что это возможно, что у нас есть запас, запас по интеллектуальной мощности, запас по креативу, запас по физической мощи. И вот методы психической активации помогают нам на какой-то процент, может на 10, может на 20, может на 50, может на 100% разогнать вот эти вот резервные мощности, которые в обычном режиме спят. То есть форсировать, да, такой турбонаддув прикрутить. Вот, я перечислю эти методы, и мы по ним пройдемся описательно. Значит, метод озарения, он же метод Пуанкаре, метод Фейнмана, и многие методы озарения, у него много авторов, потому что он очень прост, и многие наблюдательные люди, многие мыслители, в общем-то, его описывали как свой способ решения творческих задач. Дальше, метод контрольных вопросов, метод мозгового штурма, метод морфологического ящика, метод пяти почему. Есть еще методы в группе методы психической активации, метод фокальных объектов и так далее, карты Володареса и так далее, и так далее, но это мы оставим на курс креатива, у нас будет больше времени там поговорить об этом, да. Сейчас поговорим про вот эти интересные методы, что это такое. Значит, метод озарения. Метод озарения, я думаю, что вы уже догадались о сути этого метода. Это когда решение задачи к нам приходит, как некая вспышка, то есть внезапно открывается решение задачи. Я думаю, что каждый из нас в какой-то момент решал, на крайней мере, знает хотя бы запах этой техники. У нас большинству людей приходят озарения. Вот интересно, какие открытия были сделаны методом озарения, прежде чем поговорить о методе. Мы поговорим о том методе, что это именно метод, это не какая-то случайность, а именно метод. Из набора случайных явлений умные люди, Фейнман, Пуанкаре, все-таки его немножко формализовали и сделали метод. Об этом через несколько слайдов. Значит, Архимед с его ванной и законом Архимеда про вытеснение жидкости был сделан методом озарения. Архимед лежал в ванной, и тут его озарило. Таблица Менделеева на слайде, периодическая система элементов, говорят, да, мы же не можем это проверить, но говорят, и сам Менделеев говорил, что она ему приснилась. Это не что иное, как озарение, то есть его озарило. Химик Кекуле, вот там можно разглядеть одно из самых таких прорывных открытий 19 века, схема бензольного кольца. Вспоминайте курс химии. Вот раньше, в 19 веке, химия делала большой прогресс, но все химические формулы писались либо линейно, либо вертикально. И то, что Кекуле приснилась форма бензольного кольца, вот эта форма шестоугольника, это был большой прорыв, и он утверждает, что ему приснилась эта формула. Изобретателю швейной машинки в начале 19 века приснилась конструкция швейной машинки и конструкция швейной иглы. Ласло Биро, венгер, вот в левой части, он сидит в черно-белой фотографии и шариковые ручки. Он изобретатель шариковых ручек, сто лет назад уже практически была изобретена шариковая ручка, она была изобретена методом озарения. Пришло, как вспышка, конструкция шариковой ручки, пришла Ласло Биро внезапно. Известный наверняка вам человек в правой части слайда Никола Тесла. Это не масковская Тесла, а сам Никола Тесла, физик, гений, который жил много лет назад. Он сделал много изобретений, но в том числе двигатель переменного тока, которым мы постоянно пользуемся. Идея вообще переменного тока и двигателя переменного тока тоже пришла им абсолютно внезапно на прогулки методом озарения. Значит, можете, мне будет приятно, если вы напишите, поставите плюсик в чате те, кому приходили озарения. То есть кто внезапно находил решение каких-то, может быть, отложенных задач. Может быть, непонятно как, а может быть, понятно как. Ну, вообще, кому знакомо озарение. То есть я думаю, что какие-то плюсики я должен увидеть, потому что не может быть, чтобы больше, чем у 25 человек. Отлично, отлично. Значит, вам это знакомо. Так вот, озарение. Долгое время озарение было чем-то мистическим и необъяснимым. То есть, ну, озарение приходит и приходит. А при каких условиях оно приходит? Ну, отлично, плюсики пошли, прекрасно. Значит, но постепенно начали формализовывать и превращать вот эту мистику в технологию. И выяснилось, что озарение можно подготовить. Озарение готовится. Так, секрет озарения, который внезапно приходит в виде решения проблемы, заключается в тщательной подготовке, в тщательной загрузке данных в наше подсознание. На курсе мы поговорим об этом подробнее. Сейчас я очень там такими простыми мазками это очерчиваю. Значит, подготовка или формулирование задачи. Вот как Пуанкаре, например, великий ученый 19 века, мыслитель, описал метод озарения. Значит, нужно подготовиться, сформулировать задачу и попытаться хорошенько ее решить. То есть, сделать несколько попыток решения этой задачи, что называется, напрягшись, напрягая мозговые извилины. Вот так прямо до отсечки, до момента, когда прямо вот все поплыло, в голове образовалась каша. То есть, до момента, когда мозг уже отключается в бессилии. Вот, но тем не менее, надо попытаться ее решить и хорошенько сформулировать. Затем нужно оставить эту кашу, которая образовалась в голове, этот затык нужно оставить в покое. Инкубация, временное отвлечение от задачи. Нужно отвлечься, уехать на Мальдивы, выйти замуж, все что угодно. Отвлечься и ждать знаков озарения. Если задача, и если вы загрузили в подсознание достаточное количество материала, рабочего материала, для того, чтобы там образовались определенные связи внутри, как это работает, мы будем на курсе говорить, то версии решения задач через какое-то время начнут в сознании стрелять, из подсознания. И среди них, возможно, вполне будет ваша таблица Менделеева или ваш айфон и так далее, и так далее. То есть, озарение, если вы правильно загрузили информацию, подготовили озарение, то оно придет. Если оно не приходит, значит, либо вы умерли, либо вы неправильно провели подготовку. Я сейчас очень просто, конечно, подаю, но мы на курсе, мы как раз в первый день загрузимся определенной проблематикой, а потом в течение трех дней у кого-то обязательно будем снимать статус, кому начали приходить из подсознания версии решения задач. Ну и потом нужно отобрать и испытать решение. Значит, метод озарения – это не мистика, метод озарения готовится, и мы будем об этом говорить. И еще раз, мы сейчас по методам идем кратко, потому что у нас очень компактный вебинар, поэтому гуглите, увидели какой-то метод, сделали себе пометочку, самые неторопливые, можете, там, неторопливые, думчивые, приходите на курс, самые торопливые, погуглите, узнайте больше об этом методе, начните использовать. Следующий способ – метод контрольных списков. Был такой Алекс Осборн, изобретатель мозгового штурма, он придумал, кроме мозгового штурма, так называемые контрольные списки. Это некие списки, они пронумерованы, там список номер один, список номер два, вот пример списка номер один. Можете в него не вчитываться, он легко гуглится, список Алекса Осборна или список контрольных вопросов номер один. Или вообще списки контрольных вопросов, их очень много. Суть в чем? Список контрольных вопросов – это тщательно подобранные вопросы, которые позволяют повертеть нашу рабочую проблему с разных углов, посмотреть на нее с разных ракурсов, до которых наше сознание в обычном повседневном режиме может не додуматься. Вот, например, можно ли использовать это для иных целей? Можно как-то это адаптировать, модифицировать, заменить, увеличить, уменьшить, переделать полностью, изменить, объединить. Вот список номер два. Вот вариант списка контрольных вопросов. Какова основная функция объекта? Что представляет собой идеальный объект? Что будет, если убрать данный объект? Какие функции выполняет данный объект? Как иначе можно выполнить основную функцию? В общем, задача этих списков вопросов – помочь нам разгонять наше мышление, то есть стронуться с мертвой точки. Когда мы сидим с какой-то проблемой, нам надо что-то придумать, мы кладем список контрольных вопросов, номер один, номер два, все, что найдем, и пытаемся просто отвечать на эти вопросы. Подбираем список, который подходит, который позволяет нам стронуться с места, с мертвой точки в решении этой проблемы. Вот, и с этим списком работаем. И таким образом, и, кстати, попутно таким образом готовится еще и озарение. То есть, работая со списками, мы на самом деле занимаемся двумя методами. Мы загружаем в себя информацию для возможного озарения и пытаемся решить задачу в онлайне, что называется. Значит, вот понятный, простой, легко используемый способ порешать проблемы. Но надо сказать, что он менее популярен, чем тот же, например, метод мозгового штурма, придумал тот же Осборн. Кто решал какие-то задачи методом мозгового штурма? Поставьте по два плюсика. Поставьте по два плюсика, кто вообще пользовался методом мозгового штурма. Вижу, пошли плюсики. Ага, хорошо. А поставьте три плюсика тот, кому понравилось, кто добрался, кому мозговый штурм помог решить задачу. Потому что я так по секрету вам скажу, большинство, отлично, отлично, кому-то помогло, отлично. Мозговой штурм не приобрел бешеную популярность, хотя как простой инструмент он используется, но он не обрел повсеместное распространение и популярность, потому что большинство людей делают его неправильно. Правильно делать мозговой штурм, определенные аспекты, на которые надо обращать внимание, мы... То есть это целая большая технология. На курсе, конечно, мы посмотрим и порешаем определенное количество задач, ваших задач. Мы будем тренироваться на ваших задачах. Не на искусственных, а на ваших. Мы про мозговой штурм изучим правильный. Тот, кому не терпится и хочется узнать, что же такое правильный мозговой штурм, как правильно ставить открытые вопросы, и какова роль модератора, что можно и что нельзя делать во время мозгового штурма, чтобы получать результат, залезьте, погуглите, я вам разрешаю, интернет вам разрешает. Самое нетерпеливое, залезьте, погуглите, посмотрите, как делать правильный мозговой штурм. Или приходите на курс, мы там позанимаемся правильным мозговым штурмом, результативным. На примере классической, в том числе, задачи с трубкой и шариком, убойная совершенная задача, решая которую, мы увидим в очью, как нетурбированное, неразогнанное сознание, какую производительность она имеет, и насколько производительнее мы становимся, если начинаем правильно использовать какую-то методику. Так, вот, кстати, примеры продукта, сделанного при помощи списка контрольных вопросов. Посмотрите, какая прелесть. Пакетики чая, различные формы, елочки в виде одежды, в виде одежек, в виде каких-то зверюшек, которые красиво плавают в чашке, в виде бабочки, которая сидит на краю чашки, в виде вигвамчика, то есть пакетик с чаем в виде вигвамчика. Это, на самом деле, я не буду здесь пищать от восторга, что я очень сильно чай, я больше всего на свете люблю именно вот эти пакетики чая, но это просто примеры очень классных, достойных, креативных продуктов, которые были придуманы при помощи простого метода контрольных вопросов. Вы помните там характер контрольных вопросов, а можно ли это уменьшить, можно ли это, наоборот, растянуть, можно ли это использовать как-то по-другому и так далее, и так далее. То есть продуктивный хороший метод. Вот тоже очень классные пакетики чая в виде маленького гардероба с вешалочками и в виде кораблика с мешком. Очень мило, но это милота. Мы договорились с вами, что мы говорим не про милоту, а про деньги. Это милота, потом будет хорошо продаваться. Интересный способ тоже списки Володареса – это модификация контрольных вопросов, которые прямо состоят из указаний. Растяните это, ужмите, поменяйте цвет, увеличьте, уменьшите, сделайте круглым, сделайте квадратным, переведите в текст и так далее. Трехмерным, двухмерным, замените, сделайте частью набора и так далее. То есть такую хорошо вот эту милоту можно создавать при помощи списков Володареса. Значит, морфологический ящик – мой любимейший инструмент. Фрид Свитти немец придумал, тоже там, скоро сто лет, как он придумал морфологический ящик. Очень классный инструмент. Он же, по сути, это специальным образом упорядоченный мозговой штурм. Вот это мозговой штурм, который загоняется в специальную таблицу. Морфологический – слово такое пугающее, но на самом деле оно означает, что мы разбираем какую-то суть проблемы, разбираем на составные части. Вот, например, здесь в качестве примера фигурирует морфологический ящик, в котором придумывается оригинальный сценарий для шпионского фильма. То есть инструмент, как креативный инструмент, морфологический ящик может использоваться для самых разных целей. Придумывание классной рекламы, придумывание классного продукта, придумывание сценария, активации, механики, акции, BTL, ивента и так далее. Сценария свадьбы, дни рождения. В данном случае придумывается сценарий. Сам фильм, как явление, вот здесь в левой колонке, разбирается на части. Фильм состоит из героя. Шпионский фильм состоит из неких признаков. Морфос – это признаки. Фильм состоит шпионский из героя, убитого, причины смерти, местодействия, убийцы, мотивы убийства, счастливого конца. Место действия, место убийства, оружие убийства и так далее. Куча вещей. И, соответственно, вот здесь в правую часть варианты вот этих признаков записываются. Очень комфортно, очень классно. То есть каким может быть герой? Кем может быть герой? Кем может быть убитый? Какова может быть причина смерти? Вот эта работа, она совершается без усилий. Очень весело и в большом объеме. Получается большой объем, из которого потом вот методом комбинаторики, вот здесь скомбинирован, например, скомбинирован некий сюжет оригинальный шпионского фильма. Герой-охотник, убитый шпион, причина смерти – ножевое ранение, место действия – тропический лес и так далее, и так далее. У нас получился оригинальный сценарий. Поверьте мне, наше сознание, вот про которое мы говорили, сознание и подсознание, на такую работу вот в лобовую не способны. Вот это, то есть ему надо помогать, чтобы сознание проделало вот такую работу по придумыванию КВНовских сценариев или сценариев для фильма. Нужно ему помогать вот такими техниками. Вот морфологический ящик – очень классная техника. Еще раз, нетерпеливые, погуглите морфологический ящик, попрактикуйтесь сами, начинайте применять. Те, кто терпеливые и хотят разобраться основательно, приходите на курс, мы там отопчемся на морфологическом ящике. Будь здоров, будет очень весело и продуктивно. Так, метод пяти почему очень популярный, японцы его обожают. Метод пяти почему – это специальным образом задаваемые вопросы, почему происходит та или иная проблема, то есть установление причинных методов при помощи метода пяти почему. Вот простой скриншотик я поместил на слайд, например, проблема машины не заводится, констатация проблемы. Первый слой, первый вопрос почему, а почему не заводится? Мы видим, что аккумулятор разряжен. Мы задаем вопрос, почему аккумулятор разряжен? И начинаем копаться, это дает нам направление. Так, аккумулятор разряжен, потому что генератор сломан, не заряжает аккумуляторную батарею. Так, следующий вопрос, почему? Да продолжаем копать по направлению к источнику проблемы. Почему генератор сломан? Почему? Потому что ремень генератора лопнул. А почему ремень генератора лопнул? То есть у нас нет еще окончательного ответа, в чем была проблема. Ремень генератора исчерпал свой ресурс, его никогда не меняли. А почему никогда не меняли? Машина никогда не проходила техобслуживание. Вот условно мы докопались до какого-то уровня, который является стартовым. То есть до корня проблемы мы докопались. То есть история, как бы мы поняли, в чем дело. Установили причинно-следственные части. Это тоже, собственно, простая техника. Мы потренируемся находить в том числе и этой методикой. А, Марина, в жизни используй 5 почему или 5 зачем? Прекрасно, что вы используете. Да, я сразу предупредил, что многие из этих техник, они, в общем-то, тот, кто сталкивался с креативом, они могут быть абсолютно знакомы. Ну, хорошо напомнить о них. Я очень рад, что вы используете эту технику. Это хорошая штука. Так, мое, во-первых, время вебинара, отведенное мне, подошло к концу. Задавайте вопросы. Техники, про которые мы поговорили, я надеюсь, вы сделали пометки еще раз, нетерпеливые, гуглите, начинайте использовать. Терпеливые. 14, там в июне мы встретимся и с вами хорошенько попрактикуемся. Кроме того, мы несколько техник прошли. Там будет в совокупности порядка, наверное, 15-20 техник. Мы пройдем, в том числе, сложный е. Вопросы. Вопросы, касающиеся креатива, темы креатива. Может быть, содержание курса. Мне, конечно, хотелось бы с кем-нибудь из вас встретиться на курсе. Это один из моих любимых курсов, не потому что, не сентиментально любимых, а потому что он драйвовый, он очень энергетичный, он очень заряжает, он проходит и группа тоже кайфует. Так, спасибо. Хорошо, комментариев нету. Спасибо за интересную информацию. Хорошо, рад, что вам понравилось. Вопросы, если есть, задавайте администраторам, если есть по курсу, ну, буду тогда. Давайте, я сижу, ловлю вопросы. Спасибо. Спасибо. Я закончил давать информацию. Я просто сижу, смотрю в экран и ловлю вашу информацию. Так что, у кого нет вопросов, тем всего хорошего. Вот, желаю увлечься, в любом случае увлечься темой креатива, темой активации психики, активации мышления, причем такой добротной мотивации, не веществами, а креативными техниками. Все, хорошо. 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 Вам спасибо за участие в вебинаре. Мне всегда приятно видеть, что люди интересуются такой интересной, и на самом деле классной, по-человечески интересной темой. Ладно бы она была какая-то занудная, так она интересна не только в рабочем аспекте, а просто по-человечески интересной. Очень много игры, а люди любят игру. Игра превращается в деньги. Прекрасный вопрос, самая дорогая моя креативная идея. Самая моя дорогая креативная идея, она вырабатывается сейчас, потому что я сейчас работаю над брендом иностранной юго-восточной компании, одной большой компании из юго-восточной страны, и которая хотят, эта компания хочет стать единорогом, то есть хочет стать, единорог – это компания, стартап, который стоит сначала миллиард долларов, а потом больше. То есть сейчас мы на начальном этапе, но хотим вырастить единорога. Я делаю креатив и работу по брендингу для этой компании. Вот когда она станет единорогом и станет стоить миллиарды долларов, я объявлю, что это моя самая дорогая креативная идея. То есть моя по-настоящему дорогая креативная идея впереди. А зато я могу в тему сказать, что прямо сейчас у меня есть обучение для одной компании нашей, российской, но очень крупной, у которой миллионы клиентов, я тоже называть ее не буду, но мы все являемся ее клиентами, потому что эта компания поставляет нам очень важную, нам поставляет энергию. И креатив, который мы разрабатываем сейчас с этой компанией, он отразится на тех продуктах, на печатной продукции, которую мы будем вынимать из своих почтовых ящиков. То есть мы корректируем сейчас документы с точки зрения креатива, которые получают миллионы людей. Это не самая дорогая идея, но это будет, наверное, идея, которая распространится, мои идеи распространятся на огромное количество людей. Конечно, люди этого, может, и не заметят, а может, они... Ну, нужно не, чтобы люди не замечали креатив, а чтобы креатив их делал счастливыми. Так, Галина, очень интересно, скажите о пяти вопросах. Любой вопрос тоже может распадаться на пять, и презентацию нам можно скачать будет. Так, наверное, спросите, пожалуйста, у администратора. Я как преподаватель не заведую записью. Я нажимал на кнопку записи, и презентация тоже у бэк-офиса есть, но я ей не распоряжаюсь. Напишите, пожалуйста, там в переписке адрес бэк-офиса, почту. Туда напишите, можно ли получить презентацию. Да, пять вопросов. Да, с пятью вопросами. Да, эти вопросы могут распадаться. Нужно правильно стартовать, как и в мозговом штурме. Метод пять почему или пять зачем, его нужно правильно стартовать. Что такое правильно стартовать? Мы сами почувствуем, правильно мы стартовали или неправильно. Это когда гладко идет, вот как в этом случае с генератором и аккумулятором. Собственно, мы правильно задали направление, правильно начали эти вопросы задавать. Вот, то есть можно в ходе выполнения какой-то креативной техники уйти куда-то в сторону. Мы это сразу почувствуем по дискомфорту. Креативные техники, в общем-то, они, как правило, комфортны. То есть и то, что нам комфортно двигаться по направлению к проблеме, это свидетельствует о том, что мы правильно ставим вопросы, правильно ставим вопросы, правильно ставим проблемы. Если нам некомфортно, значит, свернули не туда. Поэтому, да, могут, а может распадаться. И не все вопросы именно пятью почему решаются. Некоторые вопросы решатся тремя почему, некоторые вопросы решатся двадцатью почему. Вот 5 почему это просто некая круглая цифра, которая по утверждению японцев, японцы очень популяризовали на Тойоте в частности, то есть почему идет брак, они метод экспресс анализа на производстве, почему идет брак на Тойоте, они очень часто решают вопросом 5 почему и просто и по статистике они докапываются до проблемы, до корни проблемы за 5 шагов, за 5 итераций, за 5 вопросов, поэтому метод 5 почему. Есть 7 почему, там кто-то топит за 7 почему, кто-то за 9, это экспериментальным путем, вот когда найдете проблему, вот столько почему и надо. Да, вопросов может быть больше и да, да, да. Так, ну хорошо, я смотрю, вы все смотрите и смотрите, ждете, вы наверное, вам интересна дискуссия, которая возникает, ну если вам интересна дискуссия, мне несложно отвечать на ваши вопросы, наоборот, очень хорошо, что идет интерактив, я вижу, что семена падают в хорошую почву. Значит, задавайте вопросы, если вы ждете интерактива, значит задавайте вопросы. Ну хорошо, раз вопросов больше нету, ага, хорошо. Хорошо, и вам Юлия, спасибо, и вам Галина, спасибо, да, хорошо, я тогда откланиваюсь и отключаюсь и надеюсь с кем-то из вас встретиться на курсе. Все, до свидания.